всем привет рада видеть вас на своем канале и надеюсь вы рады меня слышать ну что ребят поговорим мы с вами о канале ольга уралочка лайф и обсудим новый влог об дугане первый раз ехал за рулем топим баню и поливаем участок ужас ребят не только от названия поплохела мало того что сарафан нарушает правила и постоянно нарушает скоростной режим и получает штрафы он еще и ребенка без прав за руль посадил ужас ребят просто нет слов в общем уралочка сидит уже в екатеринбурге в меге уже заказали пожрать 10 часов говорит мы не успели позавтракать мы на дачу говорит съездили там все посмотрели интересно во сколько встали об дугани говорит тоже с нами там девятые классы сдают экзамены поэтому у них учебы нет здрасте приехали уралчика а как так 14 страниц читать задавали репетитор и шо это как это называется ты не подскажешь столько уроков задают столько задают а в школе в школу идти не надо потому что там экзамены я офигею слушайте честное слово ну и уралочка заявила что вот сафар сказал поедемте поедемте ну прям тебя он потянул за собой сама как банный лист прицепилась больно надо было сарафану тебя тащить ты ж просто боишься его одного отпускать чтобы не дай бог не украли ну и дальше уралочка сказала что об дугани оказывается еще по приезду из екатеринбурга пойдет к репетитору да представляете к репетитору еще пойдет еще уроки оказывается задают и надо у репетитора заниматься я не могу слушайте картошку хри говорит заказали да я ему говорила там что-то можно заказать якобы другое пиццу или там какие-то там пельмени но нет ему картошку фри подавай и орет на весь торговый центр торговый центр только еще открыли они уже приперлись пожрать и орет ему об дугани осторожно неси сначала один поднос потом 2 поднял поднос иди иди давай иди сюда ужасно весь торговый центр визжит как будто этот пацан сам без нее не справиться без ее визга и по огромному стакану слушайте заказали картошку фри гамбургер и огромную такую банку крылышек да уралочка молодец давай кушай никого не слушай тебе бесполезно что-то говорить мы ж плохие потому что говорим постоянно чтобы ты меньше жрала поэтому что тут уж сделаешь давай окончательно себя убивай еле не показали уже значит на улице возле меги и уралка говорит на сарафаном хохотушка ручка а он у тебя чел баба что ли что ты его обзываешь хохотушкой и тогда кто ну и говорит надо где-то время провести а бессмысленно ходить по магазинам нам говорит ничего не надо ну правильно уралочка а что ты можешь там в магазинах себе выбрать твоего размера точно нет ничего какие-то модные штучки там на тебя точно не найдешь косметикой ты пользуешься исключительно своей дешманской да да и чуть и там косметикой то пользоваться и все правда только жратва наелись теперь особо есть не хочется вот и думаете где время убить я если захожу там в торговый центр я могу зайти туда с утра а вечером выйти меня все интересует я не так часто таскаюсь по торговым центром но если я уже попадаю в торговый центр то у меня реально оттуда невозможно вытащить как и любую любящую себя женщину уралка она себя не любит это уже давно понятно что она любит так это любит она поесть дальше уралочка отправила обдугани с сафаром чтобы взять получается как на прокат самокат но не дали потому что 18 плюс то есть дают от 18 ну и обдугани сидел уже расстроены понадеялся что самокат ему дадут и он погоняет а тут не тут-то было дальше сарафан снимает уралку а то показывает что сзади елочки сосеночки да и рассказывает как в сад они шли и эти якобы то ли елочки то ли шишечки чистили и ели слушайте она вообще в этой жизни хоть что-нибудь не ела уже из елок жрала ужас ночью вкус говорить такой якобы еловый да вкусный вкус такой вкусный уралка тебе уже и сосны и елки вкусные чего ты только в этой жизни не пробовала это капец и все о еде и все о еде даже до сосеночек добежала ужас какой дальше слушайте хотели уралку поставить на самокат но сарафан сказал не больше 150 уралка сказала все не пойдет вот и спалилась вот и спалилась уралка что ты не 150 килограмм весишь а всех 200 а мы-то все думали где же ты проколешься уралка тут же заговорила еще про веснушки что вот я никаким кремом не мажусь уже веснушки появляются а сарафан говорит а зачем мазать каким-то кремом действительно ну нафига чем-то мазаться зачем мазаться ничем не надо сарафану все равно фиолетово с веснушками она без веснушек какая ему фиг разница главное чтобы ела хорошо да и на съемках хорошо себя вела а какая она там будет накрашенная не накрашенная с веснушками без веснушек ему абсолютно по фигу и говорит надо было там спуститься перекусить не поняла только же перекусили только же нажрались с собой говорит ведро есть зачем спускаться перекусывать снова уралка неужели ты не напхалась дальше сарафан ушел за машиной а уралочка позволила абдугани поездить на картингах потому что это дорого для абдугани вернее для сарафана было а уралочка разрешила и вот оказывается за рулем где ездил абдугани я то уж подумала сарафан вообще чокнулся и усадил абдугани за руль машины но и видимо еще не совсем а это сидит и все ноет что есть жарко есть жарко она прям уже вся спарилась повернула на себя камеру волосы уже видно что мокрые вся вареная знаете уже хоть бы молчал ребят она когда говорит что ей жарко я вот представляю что она потеет и вот мне как-то прям не по себе я понимаю что все люди потеют но все не бывает такого чтобы человек не потел это только мертвые не потеют но когда об этом говорит уралка вот представление ой потнехонько мокрехонько для нее это круто вонять потом и быть мокрый дальше явился сафар уралка и не сдвинулась так и сидела на солнце пофигу что ей жарко что она мокрехонькая но она сидела и сдвигаться с места не собиралась сарафан поднялся наверх где там можно посидеть как я понимаю на стульях вернее кресла там стоят и он уже снимал показывал как шустро ездит обдугане ну и потом уже обдугане якобы уже рассказал что ему там было классно все четко уралка тут же начала спрашивать и когда он рядом стоял с уралочкой ребят но он практически наравне с ней он практически такой как она собственно он уже почти догнал сафара и он в четвертом классе четвероклассник и вот значит сарафан уралку там пилил что 2000 отдать якобы такие деньги но уралка говорит ну и что говорит вон смотри какой он радостный прикиньте какой он жмот он жалеет собственному сыну жесть просто а а сарафан говорит ну вот я якобы 12 тысяч отдал за четыре часа это то есть он заплатил за машину это ты сафар уралку благодарей похоже это от ее тяжелого веса машина постоянно ломается ну или от того что очень ты уж лихой носишься на скорости и везде вляпаешься ну и краснюхонькая уралочка сказала что едем в сад абдугани к репетитору да вечный репетитор на канале ольга уралочка лайф уралка стоит уже в бане они уже на даче краснюхонькая мокрюхонькая веники на заднем плане висят ну и говорит что сафар там дергает осот а уралочка стоит вся в мечтах наконец-таки банька ну и дальше уралка со шлангочкой да как она называет не шланг а шланга и поливает цветочки вот что-то представляете делает хоть что-то уже хомяки будут нахваливать ну и получается что уралочка попозировала просто со шлангочкой и дальше передала сафару ну а что нифиг барыне работать барыне можно только по кафешкам шляться да наедать бока и болезни ну а что ребят жрать картошку фри и думать что ничего не случится вот я бы правда не рискнула на такое ну и опять давай сафар давай сафар надо вон то еще сделать надо еще то полить а вот там еще надо доделать ну и как всегда как всегда у нее 40 указаний уже понимаете когда приезжают на дачу слушаем практически одно и то же одно и то же а вот там надо вот это вот это а вот тут надо это это знаете я думаю что скоро хомякам тоже это все конкретно надоест дальше уралочка сказала что баню она натопит до такой степени чтобы у абдугани уши заворачивались слышали чтобы уши заворачивались дальше уралка зашла в баню и дает там жару чтобы было жарко жарко она же пожаловалась до зрителям на абдугани как однажды она растопила или сафар баню абдугани все пооткрывал и проветрил весь жар мне вот ребят интересно уралка тоже париться в бане в жаркой бане ведь ей это тоже противопоказано неужели она еще и до бани добралась до жары они просто моется в теплой а не жаркой бане вышла с бани там же жарко было ужасно с нее льется под ребят этой рукой мусолит это лицо ужас ребят я не могу неужели нет никаких платков неужели василек не присылает полотенца но присылает же ну возьми ты все эти полотенца запасов же много платков да в каждый карман заткни себе но невозможно смотреть просто аж тошнит глядя на все это дальше что-то сказала уралка про дуню что надо переноску взять и показать врачу что-то случилось получается с дуней что-то не так ну и говорит у нас уже вечер да якобы скоро в баню и домой уралочка похоже приехала ради бани интересно а вот репетитор что с репетитором а раз они уже находились на даче про репетитора похоже забыли уралка хоть помоется у них же похоже там воду отключили и уралка говорила ну ничего ничего банька же есть правда же ну и дальше сарафан там какую-то яблоньку живую неживую нашел и вот говорит уралочка на это место надо чё-то вот прикиньте у них там все умирает и деревья они выкорчевывают и малину нечего делать горе огородники ну и дальше уже стоят возле дома каждый считай около своего да примерно и прощаются мы говорит уже якобы возле дома в баньке помылись уралочка довольная на сафара глянула а он какой-то совсем поникший ну как же сарафан ты с любимой женщиной в бане парился или совсем все настолько плохо что тебе рыдать хочется ты прям вообще как сам не свой это ж надо ты ж говорил о любви а тут получается как только банька так у тебя стресс ну что поделать это твой выбор сам выбирал в общем мои дорогие пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока